ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Секретную площадку непрерывно подвозится техника и боеприпасы. Я должен найти это место и развесить на деревьях белые простыни. Знак для наших бомбардировщиков. Сделаешь. Летчики волновались не зря. Уже две группы не вернулись с этого задания. Линию фронта перешел вместе с разведчиками. Дальше иду один. Пробираюсь ночью, днем стараюсь прятаться. Второй день пути. На меня наткнулись полицаи. Кто такой? Повезло. Не нашли карту на обратной стороне кармана. Обшарили вещи. Забрали еду. Разбросали простыни. Но отпустили. Третий день. Фашистскую технику, спрятанную в лесу, нашел. После встречи с полицаями у меня остается только одна белая простыня. Поэтому подождал, когда прилетит наш самолет и подал ему знак. Увидев белую простыню и мои отчаянные знаки, самолет качает крыльями. Я понимаю. Меня заметили. Задание выполнено. Пробежал километра два и попал в лапы к фашистам. Я держался до последнего. Сознание покинуло. Только когда эти гады начали прибивать меня к стене. У фашистов отбили меня наши разведчики. Сняли со стены и на руках несли до линии фронта. К нашим. Запасли. В апреле 45-го фауз-патроны сожгли наш танк. День победы застал меня в госпитале. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Это не забыть никому. Мы, не обращая внимания на свои раны, прыгали, плясали, обнимали друг друга. Слава взять в Берлин! Летом я наконец-то возвращаюсь домой. Мама! В годы Великой Отечественной войны 3500 сынов и дочерей полка сражались вместе со взрослыми, приближая нашу великую победу. Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторения в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова